Идет весенняя уборка, полный переворот. Это здесь выгревается изумрудоглазик и дремает за разом. Потому что их жилище сегодня Борислав, который приехал, вон все разваливает, все раскидано здесь. Коты не понимают, что делается. Ныпают по двору, как вроде переворот, но Борислав там делает переворот и за разом же пытается устроить им жилище. Потому что даже коврик поломался обогревательный. Древовидный пион, самый первый, расцветает. Представляете, изумрудоглазик, бедняк, он замерз, сегодня пропал. Лишились уюта своего, апартаментов. Устроились на куче всего, что попало. И, значит, греются. Зачем же ты их лишаешь, грелочки? Эх ты! Борислав решил сам погреться, забрал у этих котят. Это вот. Коврик отопительный, обогревательный поломался. Батарейка уже. О, лежит прямо на краешке. Забрали апартаменты, грелочку. Ай-яй-яй. Короче, здесь полный бардак, бомжатник. Идут строительные и ремонтные работы. Ужас. Не знаю, наверное. Снимаете? Снимай. Так, я занята, у меня там работа. Где оно что здесь? Короче, это малиновый сарайчик. Здесь сонного этого изумрудика притащил Борислав на моё пальто. Опа. Видите, как тём-тём-тём два братика встретились. Понюхали друг друга. Это они в окошко повернулись. И это... И значит... А вон там я вяжу дыру. Там надо будет законопатить. Вон просвечивается где... В уголочке. Вот такие будут у них апартаменты теперча. В малиновом сарайчике с видом на сад. Вот. Да. Ну, это всё же понятно, что он будет... Женской рукой обустраиваться. Рассматривайся, рассматривайся. Я пойду... Они... Много буду говорить, они пойдут с этим за мной. Вот так вот. Вот так вот. Буду с в окошко смотреть, контролировать нашу работу там в садочке. Ну, а здесь... Вот такие инструменты какие. Всё пока что вот так понакидано. Вот. Здесь всё ещё, конечно, будет работаться и работаться, устраиваться и устраиваться. Я пойду. Сейчас. Сейчас. Сейчас грохну тяжесть. Ой, иди. Иди же. Опа, Борис, смотрите, вот, притащил. Чтобы они в куче были. Здесь же под ногами... Ой. Всё. Он отключился. С четвёртого, Борислав. А этот выкрощил глаза, не понимает, что к чему. Но сейчас они очень быстро устроятся. А если там ещё им уюта сделать побольше, это значит, будет здесь им тепло, потому что солнечная сторона. И слева, и прямо солнечная сторона. Главное, что здесь окно. Да, я уже сказала, что они смотрят в окно. Здесь закрыто. И вот они уже навалено пальто, которое пуховое. Да. С удовольствием. С удовольствием. А здесь же вот есть места ночного спанья. Кушать внизу ставить. Внизу на пол. Всё. Пусть они пухают. Ну, на, там их и на свету, или пошла. Да. Из зимы пока не выключая станет. Вот они. Смотрите, они любят смотреть в стекло. Оно, правда, не совсем чистое, но всё равно видно всё. И вот они сидят уже все четверо. Два первенца такти дали себя без боя. А эти выскакивали из рук, но всё равно донёс. Вот это старший, братуха. Все братики, ни одной сестрички. Ну, ладно, сестричка. Вот, можно выйти, я им постелил, видите, ковёр такой, дорожка ковровая. Взял настил, укрепил его. Вот внизу будет там еда стоять. А здесь, в этом сарае, где строительная вся моя группировка, есть ещё отсеки. Вот, а потом вот здесь вообще там с халабудой, видите. Ну, они, я думаю, уже сейчас не холодно. Главное, что здесь всё закрыто. Нет дождя. И они могут смотреть в окно. Они просто обожают смотреть в окно. А выходить отсюда, они научены были в детстве. Здесь есть хитрый подход. Когда двери закрыты, двери здесь закрываются, вот видите, вот эта щель. И она тогда далеко-далеко выходит в эти дровник. Ну, конечно, ботсман враг наш общий. Он проникал через это время какое-то было. А потом он перестал, потому что мы их отсюда же на зиму переселили. И вот такое у них сейчас хозяйство там, как видите. Ещё раз их покажу. Они никуда не бегут. Вот, как на улице уже прохлада. Себе спокойненько мастятся. Вот. Четыре братика. Два младших и два старших. Ем хорошо здесь. И главное, что это. Это участок малины. Поэтому сарачи, который был пристроен к этому. Такому, ну, видно только крышу. Я сзади зашёл в сарай такому большому дровнику. А вот эта часть, диагноз, видите, это так и называется. Малиновый сарачик. И вот смотрите теперь с этой стороны. Вон, видите их. Они сюда. Причём двое. А малышня разбежалась. А малыша и двоих уменьшим, братиков. Наверное, пошли искать выход. Хотя они знали выход все. Но этим лучи здесь. У них большая мудрости. Чё б я гонять. Похлада наступает. А здесь такая красота. Для них ещё вдобавок подстилка пуховая. Вот так вот. Я жалко не вижу, где малыши. Наверное, куда-то они рванули. Не знаю. Сейчас пойду. Так, пойду проведаю котят. Так, они там вот зайдёмся с окнушка. Так, придётся идти по малюне. Ладно. Всё равно здесь надо ещё её обрезать будет. Так. Уже, уже повернул голову. Уже зафиксировал. Да, это я. Да. А здесь вот внизу это застелен ещё ковёр. Ого, так это они когтями мини. Это пальто, хотя они городское. Оно пуховое. И с этим. Ого, ребятки, надо будет забрать. Но это пока что Борислав просто понакидывал. Я, по возможности, выстелю им ихнее гнездо кошачье. Ложи, так сказать, потепло. Чтобы... Опа! Стекло головой. Иди-ди-ди-ди. Иди-ди-ди. Ой-ой-ой-ой. Понравилось, тишо. Ты же понимаешь, что это стекло? Ой-ой-ой. Косы петочка. Они, тем более, здесь у них такой обзор будет на все стороны. О, да. Будут птичек сторожить. Ой-ой-ой-ой-да. Да. Опа. Порядки сейчас понаводят. Да. Хочет ко мне прийти. Хе-хе-хе. Стекло такое ему кажется чистым. Пораз... Ого! Подремали в уюте. Так, а те на улице бегают? Ой, это тоже подтягивается. А как же не будут выходить? Соображаю прям на ходу. Там такая дощечка лежит, как тропинка. Все, а те... А там кто-то еще есть? А, там еще один. Ага. Там еще вон третий, трое. А четвертый, значит, на улице где-то. Ой-ой. Хе-хе-хе. Тик-тик-тик-тик-тик. Короче, конец кино. Вот такой домик, вот такой, ну, на Василии еще не сегодня. Потому что там еще надо устраивать. Тик-тик-тик.